натуральные ткани в одежде часто противопоставляют тканям искусственным но высокой моде не все так просто и однозначно и некорректно говорить о том что все натуральное это дорого качественно и хорошо а все синтетическое стало быть наоборот в этом вопросе нам помогает разбираться технолог модного дома я наталья тухватулина в советском союзе полиэстер появился в 60-х годах как технический материал использовали только для таких наверное изделий или там вещей там как палатки там как парашюты а потом уже стали его добавлять различные ткани шерстяные ткани с вискозой смешивают современные ткани в которых есть там полиэстер 5 процентов 15-30 процентов их не отличить от тканей которые стопроцентная шерсть стопроцентный шелк сейчас не нужно бояться в наше время изделий стопроцентного полиэстера так как это все равно удобно и в носке и в уходе в отличие от натуральных тканей одежда из полиэстера меньше мнется быстрее сохнет не выгорает на солнце а ее цвет остается насыщенным даже после многочисленных стирок все чаще используют смесовые ткани для изготовления школьной формы потому что это удобно можно те же брюки постирать повесить во первых они быстро сохнут можно даже в общем то и не утюжить еще полиэстер так скажем запоминает форму при нагреве то есть это дает нам возможность создавать плессированные ткани полиэстеры и другие синтетические ткани как мы уже выяснили просты в уходе правда есть нюансы которые нужно учитывать ткани из полиэстера стирают при 40 градусах не нужно их смешивать ни с какими другими цветными тканями то есть их стирают отдельно с добавлением полиэстера тогда тоже лучше как бы сортировать по цветам в зависимости сколько туда полиэстера добавлено если 50 на 50 то это нужно вот отдельно как-то стирать пусть им если 5 процентов эластана 95 вискоза то это уже считается все равно как ближе к вискозе и уже уход как за вискозой единственный минус искусственные ткани в том что светлые изделия со временем неизбежно желтеют к тому же белый материал с участием синтетики не рекомендуется стирать сразу после темных вещей часто в машинке остаются следы краски которые могут оставить серый налет изготовление изделий из полиэстера они более трудоемкие чем даже вот из там и стопроцентного шелка или шерсти так как полиэстер не всем технологическим приемом поддается допустим при посадить сложно где-то это будет видно если допустим шерсть можно сутюжить то полиэстер он уже не сутюжиться современные дизайнеры вообще очень любят работать с полиэстером потому что он не уступает всем натуральным тканям в то же время вы у этих тканей большая цветовая палитра и большое многообразие фактур стопроцентные синтетические ткани имитируют жаккард имитируют натуральные шелка кружева бывает очень тонким мягким пластичным но она может быть стопроцентным полиэстером а сейчас очень популярен искусственный мех это тоже стопроцентный полиэстер можно много сетовать на то что раньше все делалось вручную и было натуральным а сейчас вокруг сплошная синтетика однако не стоит сбрасывать со счетов высокие технологии текстильной промышленности ведь они открывают дизайнерам новые возможности для творчества а модницам как впрочем и всем людям существенно облегчает жизнь